МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо. В студии Александр Истомин. Сегодня в программе. Самые неожиданные сюрпризы в день 8 марта. Праздничный опрос программы. Произведение искусства от автора Натальи Коплюченко. Кулинарный конкурс Азовского оптикомеханического завода. В преддверии Международного женского дня наши корреспонденты провели опрос. Представительницы прекрасного пола поделились знаниями истории праздника 8 марта и рассказали о самых приятных сюрпризах, которые происходили в их жизни в этот день. Скажите, пожалуйста, вы знаете историю Международного женского дня 8 марта? Ну, с трудом. Знаю, что был в середине 19 века марш красных... Кастрюль, день протеста женщин против тяжелых условий труда. Вот, был в Нью-Йорке демонстрация большая. Вот, как бы, вот это вот женщины выступили за свои права. А скажите, вот, поделитесь, вот, из года в год, что вам, как бы, дарят и что бы вам хотелось, как бы, на будущее намекнуть мужчине, чтобы вам подарили? Ну, обычно дарят цветы традиционно. В принципе, меня это устраивает, потому что это весна, это новый виток жизни, скажем так, года. Вдохновение, романтика, любовь. В принципе, цветы, мне кажется, самый приемлемый подарок. Ну, я что-то где-то слышала, что связано с тем, что в начале 20-го века, кажется, женщины сняли паранжу и заявили о своих правах, о своих проблемах. Очень интересно. Скажите, а что вам дарят из года в год и что бы хотелось, чтобы вам подарили им в будущем? Вы знаете, наверное, это цветы, конфеты, украшения. Ну, как всегда. В принципе, меня это устраивает. Главное, внимание ведь не подарок. Вы знаете историю праздника Международного женского дня? Ну, если честно, что-то из школы отдаленно помню, что-то связано с Кларой Цеткин и с эмансипацией, по-моему, женщин. А вот скажите, а вам, ну, поделитесь с зрителями, что вам с года в год дарят на 8 марта и, возможно, что бы вам хотелось получить на будущее? Ну, естественно, дарят цветы, игрушки, сладкие подарки, духи. Ну, хотелось, если честно, больше внимания, заботы и чтобы мне моя вторая половина подарила путешествие романтическое на двоих. Из года в год поделитесь, что вам дарят, вот из года в год на 8 марта, и что бы вам хотелось, может? А мне все, что мне хотелось, я бы вообще весь год дарят. Любовь, цветы, радость, радость в детях, во внуках и во всем прочем. И поэтому целый год счастья. А 8 марта выходной, этим рады. Встречи, вместе встречаемся, вместе бываем, общаемся. Вас тоже с наступающим. Поделитесь, из года в год вам что дарят мужчины на 8 марта и что бы, может быть, хотелось на будущее? В принципе, только внимания хочется, да, но бывает все, и от ромашки, и до грандиозных украшений с жемчугом. Хорошие, добрые женщины, и поэтому это судьба, хорошая судьба, приятная. Но чтобы она была еще лучше, мы должны тоже отличиться. Хотя бы, хотя бы вот, например, завтра. Но это не последний праздник должен быть для женщин. Мужчина настоящий должен баловать женщин часто. В первую очередь поздравляю Россию всех женщин, но не только Россию. Всех государственных республик Армения, Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Белоруссия, Украина. Всех желаю здоровья и удачи. Пускай все матери радуются, что каждая мать должна радоваться, что родился дочку. Сегодня ваше день. Поздравляю всем 8 марта. Всех женщин, всех наших любимых женщин поздравляю с праздником весны, любви. Ну и желательно радостей. Пусть хоть один день им доставит радость хотя бы на полгода. Поздравляем вас с 8 марта. Желаем вам всего хорошего, счастья, здоровья. В городском дворце культуры прошел конкурс кулинарного искусства, который ежегодно организует администрация Азовского оптикомеханического завода. В городском дворце культуры состоялся торжественный вечер работников Азовского оптикомеханического завода, посвященный Международному женскому дню 8 марта, на котором был подведен итог традиционного кулинарного конкурса. На протяжении 30 лет в преддверии женского праздника сотрудница соревнуется название «Лучший кулинар». Мы не прерывались ни на один год проводим эти вечера. Вечера очень нравятся. Аншлаг полный. Начали мы их проводить после того, как где-то в начале 80-х годов, ну неудачные были вечера с докладом, с торжественным собранием. Женщинам это очень не нравилось. И мы решили сделать более теплые вечера, рассказывать о женщинах, о их судьбе, о семьях. И вот до сегодняшнего дня мы проводим конкурсы кулинаров, конкурсы кондитеров. Всем очень нравится. И мы рады, что количество женщин было 7 тысяч на нашем предприятии. Сейчас 770 человек. Но билет достать невозможно. Мэр города обратился с торжественной речью к работницам завода. Добрый вечер, дорогие, милые женщины оптикомеханического завода. Я очень рад, что сегодня у меня есть возможность в этот юбилейный 30-й вечер, посвященный дню 8 марта, поздравить вас с этим замечательным, прекрасным праздником. Жили в гармонии и каждый новый день встречали улыбкой. Потому что от ваших улыбок развивается и растет наш город. С праздником, дорогие женщины! Дорогие женщины, ну и дорогие женщины оптикомеханического завода. Но я хотел бы всех поздравить. Но сегодня в лице Надежды Викторовны Негодаевой, бессмертного лидера и человека, который в 30-й раз организовывает вас вечер, хочу поздравить с праздником и в ее лице вручить цветы всем заводчанкам оптикомеханического завода. На протяжении пяти лет мэр города и депутат законодательного собрания Игорь Пакус выбирают победителей среди сотрудниц АОНЗ. В этом году в кулинарном конкурсе приняли участие более 25 человек. Когда мы знакомились с конкурсом кулинарного искусства, за эти годы, последние, мы только последние пять лет участвуем в нем, Сергею Леонидовичу, произошли приятные изменения. Во-первых, участниц конкурсов стало больше. А потом я обратил внимание, что кроме сладких тортов, появилось больше пирогов с мясом. Значит, жить стало лучше, жить стало веселее. И вознаменование всего ваше изделие попало в цель. Я думаю, что на следующем конкурсе будет представлено еще больше экспонатов. А сегодня у нас глаза разбежались. Будет и подарок. А в завершение я хотел бы вам сказать удачи вам, мужского внимания. Я думаю, все у нас будет хорошо, потому что город Азов – чудесный город. Азовчанки – самые лучшие женщины России. С праздником вас! Среди кулинарных творений Игорь Олегович выбрал мясной пирог, приготовленный постоянной участницей, дважды победительницей конкурса Лидии Шалимовой, и вручил необходимый в быту подарок. Я выбрал мясной пирог с мясом. Аплодисменты. Великолепно, мы ждем вас на сцене. Да-да, куча аплодисментами. Аплодисменты. В заводе проработала 43 года. Сейчас на пенсии. Я являюсь постоянным участником конкурса «Лучший кулинар». И вообще постоянным участником. Очень даже мне приятно было, что мой труд был оценен ПАКУСом, нашим депутатом. Очень даже мне было приятно и трогательно. Я очень рада. В адрес сотрудниц Азовского оптико-механического завода звучало много теплых слов и поздравлений. Творческие коллективы города подготовили специальную концертную программу для женщин. Ивана Голубева, Игорь Скуднов, Азов.Инфо. И еще одно поздравление с наступающим праздником от коллектива Азовской компании «Магнат». Добрый день. Мы представляем компанию «Магнат». На рынке недвижимости мы более пяти лет. И предоставляем широкий спектр услуг по сделкам с недвижимостью. Купля, продажа, дарение, оформление документов любой сложности, приватизация земельных участков и квартир, работа с различными видами сертификатов. Также компания «Магнат» предоставляет бесплатные услуги продавцам, консультацию опытных юристов, вы специалисты на дом. Более подробную информацию вы можете получить у нас в офисе по адресу «Ленина 83», офис 205, где мы всегда рады видеть вас. От коллектива компании «Магнат» поздравляем всех женщин с наступающим международным женским днем. Желаем вам счастья, здоровья, удачи, всего самого наилучшего, встреч с самыми близкими и родными людьми весеннего тепла. Мы будем рады всегда помочь вам в решении ваших жилищных вопросов. Ждем вас по адресу «Ленина 83», офис 205, 207. И еще один праздничный сюрприз. Сегодня наши корреспонденты взяли интервью у прекрасной девушки, которая работает в медиахолдинге «Пульс». Наталья Коплюченко, человек, о творчестве которого интересно узнать каждому. Работы Натальи можно по праву назвать произведениями искусства. Из обычных подручных материалов ниток и бисера наша коллега создает неповторимые образы, память которых остается в сердцах навсегда. Началось с вот этих вот двух картинок. Мне как-то захотелось немножко украсить свой дом. И, ну, зайдя в магазин, увидела замечательные маки и подсолнухи. Решила, что они мне подходят. В принципе, после окончания художественной школы, имея некоторые навыки, ну вот, началось все с этого. А потом уже продолжилось более большими картинами. Идеи для своих работ Наталья находит в ходе общения на форумах рукодельниц. Мы достаём через интернет, переговариваемся с девочками из Болгарии, из Румынии. Потому что, пожалуй, самое замечательное всё-таки вот у них. Потому что у них это творчество развито очень хорошо. И нравятся разработки именно этих фирм, так будем говорить, этих стран. Вот моя любовь – это гобелины. Очень люблю изображения деток. Как-то они, ну, излучают нежность, тепло. Ну, мне, как, скажем, интересно. Кто-то любит пейзажи, кто-то любит натюрмурты. Мне больше нравятся жанровые сцены. Любимые мотивы в творчестве мастерицы – жанровые сцены известных художников-реалистов. Это вот, наверное, самая моя любимая картина. Она вышивалась дольше всего. Я на ней работала полтора года. И, как бы, вместе с ней шила ещё и вот эту вот. Потому что картина большая. И шить одно и то же всё время, сидеть. Но как-то нужно было на что-то отвлекаться. Когда все приходят и спрашивают, что это крести, как бы принимают больше её за нарисованную. Люблю больше вышивать мелким крестом, потому что, так как лица, они должны шиться на мелком кресте, чтобы выходили более правдоподобные. Мастер трепетно и с любовью относится к своим работам, разрабатывает цветовые решения самостоятельно. Когда беру схему с интернета, всегда делаю подбор сама, потому что иногда меня просто не устраивает, допустим, подбор тот, что предлагает фирма. Поэтому, ну, вот на этой картине был полностью мой подбор цветов. Уж не знаю, удачно или нет, но мне нравится. Помимо вышивки, у Натальи есть ещё одно увлечение – создание композиций из бисера. Лет пять назад заказала книжку через интернет, и ещё три года она у меня лежала без… Вообще просто лежала, потому что не было, вот, как бы, ну, никто этим не увлекался, не завозили ни проволоки, ни бисера, ничего. Потом постепенно у нас стало в магазинах это появляться, и здесь, в Азове, и в Ростове. Ну, вот просто такое увлечение. Я на двух форумах участвую, некоторые работы первые места даже занимают. Вязание – ещё одно хобби мастера. Чаще всего это уникальные наряды или очаровательные куклы. Ручная работа – довольно кропотливый труд, требующий определённых навыков и, конечно, таланта. И хорошо, что в наше время встречаются ещё рукодельницы, сохраняющие самобытность народного творчества. Евгения Тимакова, Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов.Инфо. Открытый кубок города Азова, посвящённый Международному женскому дню, завершился победой команды «Виктория». Подробности в следующем репортаже. Турнир по баскетболу среди женских команд, приуроченный к Международному женскому дню, прошёл в минувшее воскресенье в городском дворце культуры. В соревнованиях приняли участие воспитанницы спортивной школы номер один. В первом матче турнира встретились команды «Виктория» и «Катюша». С небольшим отрывом в 4 очка победу одержала «Виктория». Во втором матче девушки подтвердили своё преимущество, выиграв у команды «Надежды» со счётом 32-9. Победа «Катюши» в последнем матче с разницей в 38 очков завершила турнир. Таким образом, третье место заняла команда «Надежды». Серебряными призёрами стали спортсменки «Катюши», а безоговорочный лидер – команда «Виктория». Победитель «Надежды» является команда «Виктория». Победитель «Надежды» является грамотой, медалью и шлангом кругом обездающим. Расскажите, сложно было участвовать в турнире? Ну, сложновато. Первая игра, конечно, была налегке, а вторая пришлось, конечно, попотеть, потрудиться. Выигрывает не один человек, а команда. Выигрывает команда, проигрывает тренер. Ну, сегодня мы выиграли. Команда ветеранов спорта «Азова» выступила в лично командном чемпионате России по лёгкой атлетике среди ветеранов в Саранске. Всего в соревнованиях участвовали представители 65 городов и 44 областей. В командном зачёте азовчане заняли седьмое место. Также семь спортсменов стали победителями и призёрами чемпионата. Лидер по числу медалей – капитан команды Леонид Хныкин. У него три золота и одна бронза. По три медали завоевали Ольга Павлюк и Наталья Синицына. Всего в копилке азовчан 17 наград. Младший состав команды «Дончанка» принял участие в областном кубке, посвящённом 8 марта. Спортсменки завоевали первое место. На соревнованиях мы приехали, собрали основных сильных игроков. И маленьких собрали, и постарше немножко. У нас был 99-й, 2000-й отдельно, 2001-2002 и младше, 2003-й был. Самые малыши наши до финала в своей подгруппе первыми были, а постарше – вторыми. В стыковых играх мы встретились, но старшенькие выиграли младшеньких. И старшенькие прошли финал. В финале уже стали первыми, а малыши – четвёртыми. У нас 17 марта будет выезд в поселок Глубокий. Там что-то посвящённое, ну, дню посёлка. Пригласили нашу команду, тоже и маленьких, и немножко постарше. Тоже 99-й год и помладше. Впереди у «Дончанки» участие в чемпионате России. Первая игра в этом году состоится через несколько дней. Спортсменки проведут игру на выезде в Москве. Мы прошли учебно-тренировочные сборы. Команда выезжала на Украину, в город Алушта, где прошла полноценные сборы, 15-дневные. Я ездил, смотрел, они играли две игры с молодёжным составом дубля «Донецкого шахтёра». 97-м годом сыграли 2-2. Я очень довольный был игрой. После этого мы приняли участие в первенстве России в первой лиге по мини-футболу в городе Таан-Роге, где участвовало 6 команд. Мы завоевали первое место и право участвовать в финале первенства России по мини-футболу первой лиги. И выиграли заодно кубок СКФО, ЮФО и СКФО. Тоже молодёжный состав. Это воспитанники школы номер 9, дюшо номер 9 и молодёжь дончанки. 14-го марта мы выезжаем в Москву, у нас начинается второй тур чемпионата России, где мы 16-го марта играем в Москве. Потом с 23-го по 28-го марта в Азове будет проходить международный турнир по женскому футболу. У нас в апреле, продолжение чемпионата, у нас в апреле месяце 5 игр. Очень насыщенные через каждые 5-6 дней игра, поэтому очень тяжело будет команде. Но я думаю, они настроятся, соберутся и докажут всё-таки, что они умеют в футбол играть. Хочу не только всех женщин нашей планеты поздравить с наступающим праздником. И, соответственно, своих я поздравлю отдельно сейчас, потому что как мы только приехали, они за последние дни сколько радости принесли и мне, и клубу, и школе, и, думаю, и городу, потому что пока одна единственная такая команда, которая приносит результаты. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды, спонсор прогноза погоды, выставка продажа «Михайс Пятигорска». Верхняя одежда для всей семьи. Поздравляю всех представителей с прекрасного пола с наступающим праздником. Всего доброго. 8 марта пасмурно. Температура днем 10-12 градусов тепла. Температура ночью плюс 5, плюс 7. Ветер западный 6 метров в секунду. Влажность воздуха 58%. Уровень воды в реке Дон на 109 сантиметров выше нормы. Температура воды в реке плюс 3 градуса. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин